Я приветствую читателей и пользователей нашего портала КЗСА. Сегодня у нас состоялся интервью архиепископа и магиерической ветеранской церкви Юрия Тимофеевича Новгородова. Спасибо, что нашли время. Спасибо большое за то, что пригласили. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. И также приветствую читателей и зрителей ваших порталов. Трагедия 21 века, когда молодежь увлекается с помощью соцсетей в деструктивном течении. Почему молодежь уходит? Не хватает контакта со соцсетями или все-таки соцсети это более удобная площадка? То, что молодежь уходит, как вы говорите, подпадают под влияние, уходят. Деструктивные эти организации. Наверное, это прежде всего то, что они не получают ответы на многие вопросы. Это они видят определенную несправедливость, определенное неравенство. И, говоря об этом, не получают отклика. Как вы сказали, задают вопрос специалисту, не получают четкий ответ, они ищут в соцсетях. Да, они идут туда, где ему отвечают на этот вопрос очень просто. Что, брат, выгнали из храма за шорты, да, или там из мечети за это, да. Иди садись, я тебе расскажу, что Господь говорит или что Аллах говорит. Игорь Тимофеевич, тогда получается, если они не получают, тогда не ведется ли какая-то работа в соцсетях каких-то одинных квалифицированных специалистов, священных служителей, которые могут так онлайн ответить? Мы вот с таким радикализмом в своих рядах не встречаемся. Если мы посмотрим списки, так скажем, запрещенных организаций в Казахстане, там нет ни одной, где бы было как бы в основе, ну, ширма христианского, да, идеологии. В основном это исламские, вот. Ещё раз подчёркиваю, я ни в коем случае с правоверными мусульманами это не равняю, да. Это я всегда говорю, завтра будет выгодно христиан сделать радикальными, эти силы сделают. Сделают, да. Да, там, пришьют к штанинам что-нибудь, сбреют бороды и придут. Это у нас и бороду можно не изобревать, там, всё. Вот. Мы не сталкивались с такой практикой, чтобы это было... Я думаю, что нужно. Но здесь важен момент. Это должен быть, вот, на 110% верующий человек, который будет отвечать на эти вопросы. На 120% это человек современный, способный оперировать, вот, современными понятиями, терминологией, там, или ещё что-то такое, да. Человек, который знает жизнь этой молодёжи. И, безусловно, отвечать не просто цитатами. Вы знаете, я тоже у нас встречаюсь. Вот молодёжь, которая обратилась ко мне с вопросом, им как раз отвечали цитатами. То есть, вот ведро цитат из Священного Писания вывалили, и всё, и как хочешь, так и отвечай. Они все правильные, эти цитаты. Да. С ними не поспоришь. Но им же нужен более доступный. Совершенно верно. И тут важно учитывать ещё такой момент. Этот человек идёт к тебе с вопросом заранее, не негативно, а вот, как сказать, он заранее настроен опровергнуть твой ответ. Соответствует, что ты своей действительности что-то чувствуешь. Да, вот он именно, он заранее настроен всё равно возразить тебе. Не потому, что ты ему будешь отвечать неправильно, не потому, что ты там, ну как, чем-то не нравишься ему. Нет. В этом вот как раз боль его души, в этом его, в этом противостоянии таком или конфронтации, он прячет как раз свою, вот как поразительность, свою неуверенность, свою растерянность в этом. Потому, что ведь особенно молодым людям как раз-таки и свойственно вот такой вот порой агрессивностью там, ну я не имею в виду мордобой, а именно в поведении там или ещё что-то. Прятать свою неуверенность в чём-то, да. И тут же присоединяется ещё такая вещь, что он стесняется показаться там, скажем, ну незнающим, неуверенным. И он ещё наоборот это больше делает. Подтверждение, да. Можно боксить. Да, это очень сложная категория, с которой очень сложно работать, очень сложно завоевать доверие. И если ты завоюешь это доверие, то будь любезен уже ни в коем случае его не растерять. Юрий Тимофеевич, хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья. Спасибо, что нашли время для нас, для наших читателей и ответили на все вопросы. Продолжение следует...